итак приветствую друзья и гости канала всем огромнейший привет и сегодня покажу вам обалденный домик скажу честно хороший дом покажу вопрос жил бы я здесь да конечно жил давайте просто посмотрим нормальный хороший качественный дом и так с чего мы с вами начнем давайте начнем с того что здесь в принципе есть двор и помимо всего здесь два дома продается можно купить два целиком а можно купить по отдельности и например это на входе у нас вот есть такое строение и соответственно это строение у нас одна половинка для одного дома вторая половинка для другого дома но сейчас посмотрим тот дом который побольше поинтересней тот который в принципе себе хотели бы ну во всяком случае я бы тоже себе такой дом хотел бы здесь соответственно есть навес площадь самого дома 300 квадратных метров а если мы возьмем все постройки которые есть на территории данного дома то получается это 1300 квадратных метров 1300 квадратных метров вот видите даже отдельный вход есть непосредственно со своего гаража вот именно свою территорию это уже большой огромнейший плюс зашли и все если кто-то подумал что это у нас дом нет ребят это не дом это всего лишь часть дома там где у нас находится тот самый бассейн в целом осталось натянуть потолок все в процессе сразу видно что люди делают ремонт качественно для себя везде все в пленочке все хорошо все прекрасно и все замечательно ну и соответственно здесь мы тоже с вами видим помылочную все как и должно быть большой бассейн по настоящему большой бассейн качественный бассейн тоже вы это можете наблюдать и в принципе эта зона сделала самое интересное что идея была такова что здесь например бассейне ты спокойно можешь круглогодично купаться тоже есть хорошо соответственно здесь все и возможно все эти честные сооружения и так далее сделано ну и конечно же если вдруг например летом вы захотели отдохнуть но мало того что здесь например если их вас 2 машина есть такой навес либо если вам навес не нужен как бы здесь можно там сделать ту же самую зону барбекю и вот например в бассейне вы искупались и можете подняться на второй этаж на второй этаж на крыше эксплуатированную кровлю планируют здесь сделать такой красивый шатер эти забор тоже посмотрите да как бы обычно заборы у них у всех какие-то не очень хорошие а вот здесь вот такой вот еще получается такая огромнейшая территория где вы соответственно свою очередь можете позагорать и так далее кстати забор и снаружи и внутри сделан довольно-таки добротно по периметру подсветка это тоже все стоит денег вы сами понимаете прекрасно поэтому дом конечно же стоит не там недешево но как сказать относительно относительно потому что есть например мы с вами будем смотреть аналогично дома которые смотрел на краса поляне в этом уже бюджете конечно пропасть просто огромнейшая ну реально просто пропасть просто огромная сейчас мы с вами зайдем внутрь дома вся самая сложная работа уже сделано высокие 4 метровые потолки ну и давайте посмотрим что же здесь у нас имеется ну ведь конечно же очень такой большой полноценный санузел материал везде используется дорогой поэтому не нужно тешить себя что вы смогли бы сделать себе дешевле или еще что нет нет ну и вот здесь в таком состоянии еще пока не доделал недореализован так скажем кухня-гостиная в принципе хорошая большая полноценная зона зомбоящика ну и в общем вот как бы так лестницу сделали вот такой потому что ее хотели обыгрывать и будет обыгрывать она будет такая легкая воздушная современная соответственно здесь также у нас имеется комната комната для либо гостей либо соответственно кабинет здесь у нас соответственно тоже есть вот два дополнительная вся разводка по дому давить здесь там целый из этом целый инженерный узел высокие потолки поэтому в принципе в таком доме не нужен второй свет потому что и так в целом здесь хорошо прекрасно я могу сказать и замечательно такого первого этажа хватило бы я думаю каждому из вас но реально хороший полноценный первый этаж есть гостевая комната есть зона кухни зона столовой зона там где вы можете посмотреть тоже самый зомбоящик и так далее все сделано я бы сказал бы просто на высочайшем уровне хотя я думаю что наверное немножко ошибся вот здесь по логике должен быть телевизор и вот здесь именно та зона где вы будете смотреть зомбоящик вот надо здесь диван должен быть а вот это как раз должна быть кухня столовая потому что по логике раз вот здесь у нас вот для сделано все для кранчика и так далее газ сюда же заведен да и у нас получается кухня столовая переходящая в гостиную там где в действительно можно посидеть расслабиться в принципе решение очень даже хорошее под лестницей можно много чего придумать интересного тоже хочу показать дом сделан ремонт современном стиле это вам какие-нибудь там крашеные не за этом это все у нас довольно-таки дорогая плиткой за как и даже называется этот делочный материал ну и на втором этаже давайте посмотрим что же здесь такого есть огромный санузел побоюсь этого слова сказать прям реально огромный санузел также здесь имеется спальня с выходом на балкон и конечно же с переходом можно например вот ходить вот на ту эксплуатируемую кровлю и просто позагорать и так далее тоже в принципе удобно сделано соответственно есть еще один санузел санузел прям большой полноценный и с санузла можно выходить поэтому думаю можно было что-то придумать что когда ты загораешь наверху чтобы вниз не спускаться здесь еще одна спальня до спальни небольшие но как говорит собственник дома готова большая и не нужна потому что в целом здесь это большую зону как скажем для детей детская зона и так далее есть еще одна есть спальня с выходом на такую террасу смотрите да какая-то открытая терраса по большому счету многие из вас предпочли бы лучше сделать дополнительную комнату здесь но я считаю здесь и так площадь хорошая дополнительная здесь комната наверное не нужно ну и в принципе все равно по периметру все равно имеется у нас тот самый участок снаружи дом сделан просто шикарно даже вопросов не может быть соответственно можно вот с этой спальни выйти на террасу также можно выйти на террасу с коридора ну и само собой помимо всего помимо того что эксплуатируемая кровля имеется над бассейном что логично также эксплуатируемая кровля имеется в том числе и на крыше основного дома давайте мы с вами попробуем подняться посмотреть что на себя представляет тоже шикарная эксплуатируемая кровля можно здесь что-то придумать вот здесь была идея сделать живую изгородь вот ну и там будет то же самое ведь везде по периметру живая изгородь здесь соответственно были бы туйки посажены и так далее ну и вот как и соседский дом он тоже у нас продается соседский дом он стоит в разы дешевле его наверное тоже сегодня сниму но в целом хорошо все хорошо сделано вопросов нет все сделаны даже замечательно другое дело чтобы скажу блин хотелось бы побольше спальни тогда ну ребят здесь уже на ваше усмотрение я еще раз хочу сказать например мне столько спали не нужно например если бы я покупал бы данный дом себе то скорее всего какие-нибудь и спален я бы скорее всего себе объединил бы а наверное объяв себе объединил бы вот вот эту в полностью всю часть чтобы свой сон узел была своя гардеробная и все 33 удовольствия ну и хотела вот хотел отметить что здесь тоже посмотрите высокие потолки тоже все сделано хорошо и добротно в целом работы очень много уже сделал но чем дальше к финишу тем владелец этого дома понимает что все равно все люди которые приходят каждый хочет внести свою лепту в каждый хочет внести свою определенную изюминку поэтому конечно в принципе ремонт устраивает каждого наверное каждого второго но все равно есть определенных людей как у меня например свои тараканы в голове например я бы хотел бы второй этаж чтобы он был немножечко прям по-другому я хотел потому что был две спальни и опять бы у меня эксплуатированная кровля не нужна была бы вот именно вот над основным домом здесь соответственно такая тоже комната здесь можно у нас свою очередь разместить кухню да такую гостевая ну и конечно же помимо всего здесь имеется бильярдная та самая и конечно же здесь тоже можно что такое вау придумать здесь тоже самый душ может здесь можно сделать хамам и так далее в общем здесь уже на ваше усмотрение но если я не ошибаюсь то здесь сауна я как-то здесь был вроде находится на втором этаже давайте с вами попробуем посмотреть все красиво сделано декоративный кирпич здесь же у нас тоже можно сделать комнату отдыха и наверное то что я всю жизнь хотел я хотел чтобы было именно так что было два в одном вроде как бы ты смотришь на камин свой настоящий в комнате отдыха ты здесь отдыхаешь кухня отдельно что не мешал ну и вот конечно же здесь у нас дровяная та самая печка давайте попробую включить такую подсветку кстати да как красиво все сделано я первый раз вижу чтобы был вот такой комбинированный цвет камень как настоящий все все должно быть помывочная вот еще раз покажу ну круто ну реально очень круто потолок интересный видите ну прикольно сделала в общем владелец постарался от души ну и само собой кто скажет блин неординарное решение ну как вот наверху до комната отдых до наверху вот вот тебе парилка так далее захотели там не за этом мужики пришли женщинами мужики могут наверху по-своему там рассуждать за жизнь обсуждать спецоперацию женщины могут соответственно на кухне да все то же самое делать в общем много чего здесь сделано хорошо когда есть дополнительные помещения и конечно же один из больших плюсов это то что соответственно здесь вы можете свою очередь именно реализовать реализовать не смогу попасть и ждать все ваши хотелки хотите спортзал спортзал делать и хотите там делать гостевую комнату на ради бога делаете гостевую комнату но даже гостевой комнате здесь будет все и спальня будет своя будет и кухня своя в конце концов и здесь тоже все и отопление есть потому что при желании наверху может спать здесь может спать все что угодно вы можете здесь сделать реально очень круто при том сделано с умом можно сделать так чтобы, например, если баня никак не касалась нижней части. Например, вот вы зашли, вот с этой стороны, вот оно, зашли в баню, вот оно отсюда заходите. Это если, например, полностью перекрыть, то здесь, например, получится отдельная зона. Обычно для кого используют? Обычно в больших домах может быть прислуга, может быть, помочь, может быть и так далее, кто помогает вам с детишками. Соответственно, у них была бы своя кухня и была бы своя комната, ну реально хорошая комната. А вот наверху уже, ну и у нее был бы отдельный вход. А вот, например, этот вход уже был бы у нас непосредственно в баню. Ну вот, видите, отдельно. И никак бы не касалось бы как раз прислуги и тому подобное. В общем, как бы так. Теперь, что касается по цене этого дома. Дом на данном этапе вот в таком состоянии стоит 130 миллионов рублей. Соответственно, есть, конечно, определенные бонусы. Если вдруг покупаете два дома, то можно получить с хорошей скидкой. Этот дом отдельный, он 130. Второй дом, он в разы дешевле, поэтому я тоже сейчас вам его покажу. Там и состояние немножко другое, и, ну, концепция немножко другая. Но в целом, как бы, два дома, они по-настоящему качественные. У нас уже сделано видеонаблюдение. В общем, много чего здесь сделано. И дом по-настоящему крутой. Ну, я не побоюсь сказать этого слова. Прям крутой, но реально крутой дом. Даже не дом, а домище. 130 миллионов рублей. На секундочку это 2 миллиона долларов. Ну, не знаю, я считаю, что это нормальная, адекватная цена. Находимся мы с вами на Мацесте. Опять же, территория, двор. Все у нас имеется, все есть. Я думаю, что, ну, большинство из вас такой дом бы устроил. Само собой, если вдруг вы мечтаете о таком доме, и хотите купить такой дом за 20 миллионов рублей, ну, такого не бывает. Посмотрите, да, даже тот же самый отделочный материал. Сколько он стоит. Посмотрите, как сделан бассейн, да, это вам не просто там, не знаю, там, бассейн с противотоком и так далее, там, в общем, плавать здесь можно. Притом, плавать можно круглогодично. Посмотрите, какие дорогие здесь алюминиевые окна, алюминиевые двери. Ну, и, само собой, априори дешево не может быть. Ну, реально, дешево не может быть. На этом я буду с вами прощаться. Желаю вам всем прекрасного настроения, всем добра и пока. Ребята, все-таки я продолжу. Вы многие говорите там, например, дорого, недорого. Посмотрите, сколько ушло на опорные стены. Ну, просто секундочку, посмотрите, да. Посмотрите по качеству, какая она. И потом уже делайте свои определенные выводы. Ну, посмотрите, как дома они делают, как делает забор. Забор стоит дороже, чем, не знаю, там, чем многие дома, которые вы смотрите. Конечно, на все это потратили деньги. Все это, конечно, стоит денег и, конечно, априори не может. Тем более, по сути, продается очень дешево. Это самый дешевый дом на Мацесте. Учитывая, что 1300 квадратных метров здесь построек, получается всего лишь 100 тысяч рублей за квадрат. 100 тысяч рублей за квадрат. А вот тот, тот самый, тот самый, тот самый гараж. Одна секция, конечно же, ваша.